Юлию Латей похоронили сегодня утром. Родители и родственники до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Никто в семье, как и сама Юля, не чувствовали приближающейся беды. Она оставалась веселой, радостной. Наоборот, была рада, что еще один ребенок, что Бог наградил ее еще раз. У нее не было предвесков, но то, что у нее там не будет ребенка. Она ходила, вещички сдирала, антиплодила. Юля должна была стать матерью в конце мая. Но утром 15 числа она почувствовала себя плохо. Вместе с мужем женщина пошла в родильный дом пешком, так как он находится в нескольких минутах ходьбы. Беременность протекала спокойно, поэтому никто, ни близкие, ни сама Юля не волновались. Сама, своими ногами пришла в роддом. И никакого кесарева ее никто не готовил. Она думала, она ее готовила. Ну, сама она должна была жить. Вот нам в больнице сказали, что у нее было обильное кровотечение, что у нее чуть ли две пеленки там не были полностью залиты. А у Морги нам сказали, что у нее обильного кровотечения нет. И от двух пеленок речи вообще не может быть. Через 12 часов, после того, как Юлия своими ногами пришла в родильный дом, ее в тяжелом состоянии, уже подключенную к аппарату искусственного дыхания, доставили в областную больницу. Это произошло в 4 вечера. Через 8 часов женщина умерла. Женщина поступила в родильный дом рано утром, в тяжелом состоянии по поводу кровотечения. Срочно были начаты оказания реанимационной помощи из приемного отделения. Женщина поднята в срочном порядке на носилках в операционную, где было произведено в ургентном порядке кесарево сечение. Эта операция длилась обычное короткое время, а дальше оказывались те медицинские мероприятия, которые были показаны. Что произошло после операции, непонятно. Главный врач Одесской областной больницы сейчас находится в командировке. Заместитель медчасти от комментариев отказался. Родным тоже ничего не объясняют. Единственное, что у них есть на руках, вывод суд медэкспертизы, где написано, что Юля умерла от аспирационной пневмонии вследствие анестезии во время родов. Жалобы никаких. Здоровая женщина могла рожать самостоятельно. Как так и случилось, я могу понять. Поэтому меня удивляет и вызывает недоверие к медицинскому персоналу, их действиям. Правильно, неправильно. Я думаю, я считаю, что это неправильно, поэтому я обратился в прокуратуру. У Юли осталось две дочери – 13-летняя Анастасия и новорожденная Александра, которая теперь будет расти без мамы. Евгений Лысый, телекомпания АТВ.